На совещании по развитию агропромышленного комплекса Витебской области с участием президента Беларуси обсуждают предложения по решению проблем в регионе, а также в системе управления интеграционными структурами. Так, в правительстве разработан новый проект указа, который предусматривает радикальную перестройку всей системы. Предлагается создать суперкрупный холдинг. Есть аргументы «за» и «против». Целесообразность, затраты, а также подходы к работе в регионе — все это предмет серьезной дискуссии в Витебске. Проблем в сельскохозяйственной сфере хватает, среди наиболее тревожных — закредитованность, слабая материально-техническая база и отток кадров. За последние пять лет объем выпуска сельхозпродукции в области уменьшился. Все это влияет на экономику региона, а значит и жизнь людей. Нужны эффективные решения, чтобы переломить ситуацию. Все 110 депутатов Палаты представителей, избранные в воскресенье, могут приступать к своим обязанностям. Центризбирком огласил официальные итоги выборов. Таким образом, новый, седьмой состав Нижней Палаты парламента сформирован. Как отметила глава Центризбиркома Лидия Ермошина, по итогам поступивших обращений нет оснований пересматривать результаты. Сегодня же Центризбирком утвердил дату первой сессии для нового созыва. В овальном зале депутаты соберутся 6 декабря. Дневной декор главной елки страны можно увидеть сегодня. На зеленых ветвях полтысячи резных снежинок и почти 3000 шаров. Новыми световыми элементами дополнят дизайн елки Дворца Спорта. Уличную иллюминацию обещают включить 14 декабря. Готовятся к Новому году и магазины. В торговых центрах десятки фотозон, а за витринами уже появляются праздничные сюжеты.